Мы возвращаемся, и самое главное, мы ничего не пропустили, наверное. Все-таки это самое главное. Разбегаются в смоках ребята из команды Митрима. Это у нас Каскейд, и бегут ставить Обсервер Варды. Впрочем, тем же самым занятые ребята из Сил Света, Драгон Армия, бежит Кристал Мейден в разбитых смоках и поставит, я думаю, Обсервер куда-то на возвышенность. Так оно и есть, стандартное место. И Вард установлен. Митрим. Попытка поднапрячь сейчас может быть, копает неплохо. Эрроу. Правда, вот Эрроу, он никуда, и у самого Митрима могут быть проблемы. Встретил он великолепную троицу, проливает первую кровь. Такого не ждали. Кипер оф зе лайт с энтривардами. Сатан может, стан желает удачи. А вот котел может попробовать подрезать здесь курьера, если таковой будет иметься. В итоге 10 секунд до начала, собственно, матча, до выхода официального крипов. И в этот момент уже пролита первая кровь. Также руна будет отжиматься. Здесь троллю достанется руна без каких-либо проблем, забирает ее кусь. И разбегается по сторонам. Сландр на своем начерспрофите. Блочит линию. У него прокачано через кол. Будет возможность при случае и уйти в лес. Правда, не с первым начерспрофит. С первым начерспрофит. Думаю, со вторым-третьим. Так, наверное, будет ближе к истине. С первым все-таки тяжеловато будет идти в лес. Киперов Залайт ждет Курьера. Но, как вы видите, Курьер никуда не идет. Не тратит пока денег Темплар Ассасин. Ну и фармит без каких-либо проблем. Спрятался Киперов Залайт. Пропустил крипов. Опять вышел на линию. Опять подсматривает за Темплар. Но Темплар упорно... Упорно не хочет ни во что деньги вкладывать. Можно Сатана попросить как-то поразмениваться немножко с Темпларочкой. Поразминать ее. Тогда, возможно, потребуется какое-то лечение. Опять, вы видите, прячется Найтмэр в кустах. Найтмэр должен выходить на линию. Да, видит крипов. Раз. Что тут? А тут ничего. Все еще не тратит деньги Темплар. Все еще Киперов Залайт проводит бесполезно. Эрлигейм. Митрим. Отпивается Кларити. Сбивают ему эту Кларити тролль. Хорошая работа от тролля. Курьера все-таки подрезает котлища, котлища. Не зря стоял. Вот Темплар Ассасин не останавливается на Санстрайке, поэтому Сатана ее не может убить до того, как к смерти будет приговорен котел. И в итоге 2-1. Главное, конечно, это возможность лишить Курьера врага. Рад, по-моему, Курьер уже доехал, донес. Здесь есть в Райсбэн. А ну-ка посмотрим, что там есть в Курьере. Нет, не доехал Курьер. Аквилка там, базилка, точнее, там была, и Аквилка не собралась. В итоге тролля убивают с перетяжкой котла на центр, точнее, на нижнюю линию. Кристал Мейден еще надо дать раз-два, и также погибает кристаллочком. Митрима отсюда не уходит, но вышка наносит очень много урона, так что придется потерпеть. Вернется на линию, он, по сути, ничего не теряет. Он саппорт, такие размены, в принципе, для него это норма. Сатан на инвокере бахает по крепочкам. Темплар Ассасин в два уже рефракшн убивать. С каждым уровнем будет все сложнее и сложнее. Темплар Ассасин наверху, проблема у Хиларьос. Погибает. Как-то, по-моему, Мирана не то чтобы пыталась убегать. Мне казалось, что она просто стоит. Но, возможно, я чего-то не знаю о Миране. Фейсбутс для Начерс Профита. Кстати, очень ранний фейсбутс. Он может пойти теперь погангать с этими ботинками или... Да, все же Сландер выбирает вариант погангать импейл. Какой великолепный от СС. Никс Ассасин спасает сейчас, безусловно, селедку. Возможно, Сландер ошибся, слишком близко подлетел. Может быть, стоило куда-то подальше прилетать. Не подставляться. Ну и в итоге, Темплар Ассасин продолжает свой фарм. Сатан. Мэджик Стик в наличии. Точнее, в списке желаемого есть два Айрон Бранча и Цирка. То есть, сразу же вон соберется. Летит Курьер. Нет, 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 не говорите, что это реально. Нет, а именно Найтмар ошибается, но ходит. Поскольку видит крипов. Но здесь в этот момент Курьер летит. Неужели не законтролят? Ну, надо четыре тычки дать. Вторая, он тут же ускорение Курьеру. Да, там даже... Ну, даже, да. Должно было, наверное, хватить. Нет, пять тычек нужно было. Столько, конечно, не даст котел. It's impossible. Это, к сожалению, невозможно. Кристал Мэйден очень битая. От Каустик в финале получает урон и замедление. Но добить ее здесь нечем. Можно потрепать немножко нервы Темплера. Сассина почти без маны. Если бы был монолик, можно было и напрячь темпларочку. Задувка. И опять у Мираны. Проблема, хотя на этот раз липается Мирана на развороте. Будет ли попытка на Эру подсадить Слардера? Слардера видно, видно и то, куда он идет, но... Но нет. Разумеется, не будет толка от этого, ибо ТПшка была отменена на топ. ТПшка была такая пугающая, превентивная мера. Ну и аккуратнее начинают команды. Погибает все-таки Митрим. Митрима находит ушедший на святыню Темплар. Ну и Сатан получает небольшое усиление своего противника. Будет сложнее стоять на линии в центре после отданных крипов. С другой стороны, здесь помощь в виде Найтмара. И его мана лик, а на линии все-таки качнул Найтмар. Решение верное. Немало дэмэджа у инвокера. Так, спалили здесь сентри. Мне кажется, это вообще был байт на инфу по сентрям. Можно было не трогать это замедление. Могли скинуться одновременно. Колд снэп. Проблемы небольшие у Темплар. Санстрайк. Нет, ошибается. Сатан санстрайком. И подошедшая кристалмейден на халяву убивает кипра в зелайта. Причем сама, скорее всего, уйдет. Нет никакого продолжения у Сландра и Сатана. Немножечко ошиблись. Наверное, все же санстрайк была главная ошибка вечера. Митрим. Сходит от Никса Ассасина. Хотя Никса здесь не сладко стоит. Нам нужно признать, что дэмэдж от Каустик в финале много. Тут еще и второй Каустик в финале. Не удивлюсь, если Каустик в финале будет и дальше. Как-то плюс-минус максится. Импейл. Задумочка неплохая. Карпасирует Никса Ассасин этот момент. И, кстати, да, Митрим погибает от вышки. Правда, Сландр здесь справится с СС. Фейсбутс, я объяснял. Это очень много урона. Халявного 24 дэмэджа. Еще от 0 талисмана, конечно же, получает статы, получает урон. И Сландр по итогу заберет эту вышку. Главное, чтобы у вас хит получилось сделать. Да. Последний удар за ними. За ним. На верхней линии Хилариус гоняет. Селедка-селедка не наступает на санстрайке. Но зато умирает от Хилариуса его прокастом. В третий взятый старт шторм. Слордар недооценивает количество получаемого урона. Ошибается здесь. Нир Найтмар. Ой. Ой. Что это? Что это за вар такой? Не понимаю я глубокого смысла этого обсервера варда. Но мне можно все же. Куда мне до парней. Уходит Найтмар. Ставит обсервер. Нет, не уходит все-таки. Использовал он прожатый мираной ультимейт, чтобы поставить обсервер. Но все равно погиб. Все же Мунлайт Шэдоу ненадолго уводит в инвиз. Нельзя прям взять и за это время исчезнуть с карты куда-то. Если, конечно, ты не ТП юзаешь, стоишь. Сландар в итоге подфармливает уже Эншентов. Неплохое достижение. Выходит он в рецепт Дагона сразу. Почему Дагон, спросите вы? Да потому что есть там много не самых плотных персонажей, которых можно убивать Дагоном. Сландар вызывает подкрепление из своих Энтов. Энтами пытается блочить Темплар Ассасин. Самому бы спастись в это время от Никс Ассасина. Улетает домой. Здесь нечем сбивать ТП. Ну и Энтов нужно тоже увезти. Федить Энтами не стоит этих парней. Мом приобретает Тролль. Находит, убивает котла в очередной раз. Загулы от котла какие-то постоянные. Если ты хочешь вот так вот гулять, ну возьми ты Рики. Попроси взять тебе Рики или Баунти Хантера. Ты гораздо безопаснее сможешь вот такие вот террор-атаки проводить массовые. Но ведь он просто как-то не очень полезен сейчас. Котел погиб 4 раза из сделанных там 10 фрагов ребятами из Радиент. Это много. Стоит на обсервере, не появляются скрипы. Причем обсервер скоро упадет. Да, видит это. Лежат куски обсервера. Правильные выводы, я думаю, сделают Райдент. Слардар. Тролль испугален. Тролль видит Сландра. Тролль не понимает нас, какова вероятность того, что Сландр здесь один. И не выходит из подвышки. Вот мы видим уже в разы более аккуратную игру. Митрим с руной невидимости пошел по лесам. Это глубокая разведка от Митрима. У него есть центря. Но с Кусим вряд ли что-то придумают. Плов стоит в лесу. Плов чего-то ждет. Ну вот, когда вскроется Митрим. Задувочка. Не узнает о Кусим. Первый уровень эллиминейта. Пока не хватает длительности прочтения, чтобы расстояние, собственно, увеличивалось. Равно как и урон. Никс. Никс, никс, никс. Клеопуту. Или расстояние не увеличивается, только урон увеличивается. Урон за ширина, расстояние. Да нет, наверное, все-таки не увеличивается. А расстояние, да, тут они 1550, как были. Так и есть, выходит тролль. Ну и вот почему называет себя плов новым никнеймом Кусь. Потому что выходит и именно этот Кусь делает. Взяли 300 монет и пришли на линию. Ничего для этого не делал. Стоял, просто ждал. И 300. Сами в руки. Хиларис. Выходит с Митримом. Санстрайк. Не точный. Зато догон от Сландера своевременный. Можно Хилариса попытаться Никс Ассасина убить. Он все-таки в Венгете находится. Еще импейл по-троим. Посмотрите на эту дорожку смерти. Тут же погибает Сландер. Вгрызается также в Найтмар. Найтмар в таверну. Хиларис отсюда уходить, по идее, не должен. Дан. Даблкил от Темплар Ассасин. Ну и Митрим. У Митрима есть Баррус Страйк. Он его сделает, скорее всего, через лес. А вот Темплар Ассасин пытается уйти отсюда. Теперь и Кристал Мейден. Не так, что и приятно получить от Сент Кинга на развороте Эпицентра. Но как же через крипов его харасят? Митрим ошибается. Крипы подставляют. Ну и еще один килл для Темплар. Это в итоге третий килл. Он, конечно, не пошел в зачет. Это не трипл килл. Не увидимо полного файтрекапа. Не поймем, что там по деньгам. Но я думаю, что все приятно. Кстати, о Нетворсах. Совсем я не их забыл. Стоит их включить. Показать вам. Посмотреть самому. 6600. У Темплар. Дальше Сландр на Нечерас Профити. Кусь, Сатан. В общем, плотненький. Пелотон. Еще один минус. Сландр. Реализует Даггер. О, Даггон, прошу прощения. И Даггон, наверное, стоит поподнимать в уровне. Идея хорошая. Дракоша будет фармиться Сландром. Сландр, кстати, здесь видит. Ходят слухи, что дает некий обзор ловушкам. It's a Trap. Ну, а тролль не теряет времени зря. Фейсбутс. Мэднес. Бэнд оф Элдискин. Который превратится потом в Яшу. Не удивлюсь, если и Сия появится. Все же перелом ноги делать не так сложно. С новой этой Сии. Сию как-то сверх перебафли. Мне кажется, скоро настанет время, когда Сию снова начнут фиксить. Не такой дорогой артефакт, но полезность зашкаливает. Митрим. Будут сносить, я думаю, со Сландром вышку. Есть возможность позадувать у Найтмара. Вызывают скрипчиков с уменьшенной перезарядкой. Выход в Рошбит. Кусь. О, как же тролль справляется с этим Рошином. Да, подкоррозив Хейз, конечно же, Слардара. Это совсем не сложно. Мне кажется, пропустили этот момент сейчас Дайер и... Неприятный момент Си-Си. Находят, убивают в очень раз Найтмара. Но это размен Найтмара и Аегис на Т2 в вышку. Справляются с вышкой. Догончик очередной в лицо. Эпицентр. Топчет беднягу Слардара. Плохая идея. Здесь зависнет Сландр надолго. Отправляет его в таверну. Санстрайк. Все же убивает. Селедку. В итоге в селедку убился Санкт-Кинг вместе с Нейтерс Профитом. Плохой размен. Неимоверно плохой. Сейчас увидим это на графиках. Ну нет, знаете, на графиках все не так плохо, как могло бы быть. Да, стриков просто ни на ком не было. А вот селедки, видимо, стрик сняли. Она, в принципе, богатая. И за нее насыпали целых 400 плюс монет. Почти, почти 500, по-моему, даже. В итоге Догон 2 в наличии. Рецепт Догона 3 в списке желаемого, равно как 4 и 5. Сландр будет продолжать фармить. Сландр будет зарабатывать деньги в лесу. Догон 5 это неприятно. Но, опять же, до поры до времени. Там и Темплар Ассасин, который, в принципе, пока есть рефракшн. Плевать, какого уровня у тебя Догон. Там есть тролль, который, в принципе, выйдет в плотность за счет Си, той же самой. И не будет умирать. Может быть, там появится и Манта Стайл, но это вряд ли. Но и Манта Стайл, и Си, они дают немало ВХП. На Сатана прыгает Темплар Ассасин. Сатан замедлен. А будет ли подмога? Нет, не будет. Очень поздно, между прочим. Ультимейт Мираны заезжает. Мунлайт Шадо мог быть чуть-чуть пораньше. И тогда хоть какие-то шансы были. Все-таки Темплар Ассасин без просветок. Но, видимо, либо поздно помощи запросили, либо... Не знаю, может быть, какая-то, в принципе, мискоммуникация. Сландер боится на него выходить СиСи. Нет, уже рядом находится Селедка, а значит, можно на Сландера вскрываться. Барро Страйк! Какой хороший Метри Мещен. Но 4 секунды до Эпицентра. С Эпицентра тут, скорее всего, был бы как минимум минус Слардар, но в итоге Сландера теряют. Хилариуса съедает. Тролли... Тролли тоже серьезная гроза. Тролля бояться стоит. Какие-то жесткие пинги идут. Кто-то, видимо, пригорает. Ну, лучше не гореть. Гореть не стоит. Сатан. Метри Ма можно наказать. Коррозив Хейс. Как больно! Это Дезолятор на Темплор Ассасин и Коррозив Хейс, который уже второго уровня снимает 15 армора. Суммарно там получается минус 23. Здесь всего 5 брони. И ощущение такое, что сейчас Сноубол от Радиант закончится. Логичным поражением Дайер. Сиси. Находится Танос. Танчик. Ну все, они просто посыпались. Это трипл килл для Темплор Ассасин. Ну, абсолютно безидейный трипл килл. Что-то каскейт. Совсем не так бодро выглядит, как во вчерашнем Бест оф Три в противостоянии, где было 2 по 20. Темплор Ассасин ловит 5 секунд. Дайер's middle tower has fallen. Танплор Ассасин уже какой-то соцопрос начала про какие-то сайты. Есть у меня сайт один, могу посоветовать. Но только не в чат во время официальной трансляции. Ладно, шутки шутками. Тут погибает Митрим в очередной раз. Не понял, честно говоря, этого пассажа от Темплор Ассасин. Ну да ладно, разберемся. Еще Эрроу задувает Кристал Мейден. Бззз, говорит Сландр своим догоном под номером 3. Погибает Кристал Мейден. А Егис возвращается Рошану. До следующего Рошана 4 минуты. 3. 3 как минимум. Но как максимум узнаем чуть попозже. Хиларис в относительной небезопасной ситуации находится, потому что Темплор Ассасин его видит благодаря Виндете СССР. Но это было очень легко. Виндетта МПЛ тычком. И 11 тысяч перефармом. Плохие новости для Дайер. Не знаю, как они собираются выигрывать эту игру, но мне кажется, что Каскейд закинули туда, откуда вернуть игру будет очень сложно. Тролль в это время фармит. Тролль фармит себе Сили Рейдж. Шадоблэйд уже давно куплен. Слардар. Ой, а тут встреча с Кусим. Или нет встречи? Ах, они идут гангать без детекшна. Нет дастов, нет центряков. Я тоже так люблю делать. Я тоже повидал такие ганги с тиммейтами. Но так не работает против троллям. Тролль уходит. Причем есть в центре, но и дасты есть. Но все они не в том персонаже, который, собственно, должен был там быть. Он в персонаже противоположной команды. И, кстати, инвокера убивает тут же. Коррозив Хейз работает точно так же. Дает информацию по противнику. Ну, все. А я-то думаю, что здесь все закончилось. Метрим, эпицентр в никуда. Сеси его еще и копает. Удачно ставится. Сентри Вард. Отличная работа сейчас от команды. Драгон Арми. И такое ощущение, что Драгон все же собирается довести эту игру до логичного конца. Кейпер оф зе лайт зарывается. Сландр там стоит. Такой красивый. Забирает Обсервер Вард. Ну, за Обсервер Вард и двор эти парни стреляют в упор. Кристал Мейден прикрывает своей широкой грудью Слардара. На 5 секунд встает стан, но за эту девушку впрягается ее подружка. Темпер Ассасин убивает Мирану. Но это 22 минуты абсолютного, тотального унижения. По-моему, можно сдаваться. Что-то не получается. Я бы даже сказал, все как-то не получается у Дайера. Хотя сейчас можно наказать Темпер Ассасин. Раз с Форстав два Форстав. И Санстрайк туда в лицо. Дан. 1300 монет для Сатана очень много денег. Кристал Мейден погибает. Погибает также Коттл. Делает Кипровзлайт байбэк. Это, может быть, и не стоило делать. Вы ведь и так отбились. А что ты? Кого ты там хочешь убить? Сиси убить? Сейчас бы парня из Виндеты вытащить. В отсутствие детекшена. Ух, как это было опасно. Все-таки уходит Никс Ассасин. Надеюсь, Каскейт не пошатнуться. Морально это... Это непросто в такой ситуации оказаться. 32-11 счет на 23-й минуте и 20 практически тысяч перефарма в денежном эквиваленте. По опыту там тоже за 20-ку график уже давно уронился. Не наступает Сиси на Санстрайк, зато приезжает Сландер. Хороший, но почему-то очень странный блинг. Можно было, мне кажется, с блинка уходить куда-то в сторону. С другой стороны, нельзя было. Здесь была Мирана, так что Никс Ассасин хладнокровно очень верно действует. Так, очередного Рошана находит, Коррозив Хейз в наличии, но для этого еще и тролль нужен, чтобы убивать. Приезжает к Сент Кингу, ох, сейчас бы против Слордара с Даггером стоять в Сэншторме фармить, так не работает, сори. Очень больно. Рошану еще одна Аеган для Темплара Ассасин. Здесь тролль разваливает строение, он, кстати, собрал себе Манта Стайл из Яши и первая святыня Палу. А, нет, отманываю вас, друзья, вторая. Что-то как-то первая незаметно утекла. Возможно, ту святыню убил Спартак. Вышка немножко пригорела. Прикрывают ее с помощью укрепления строений, но сейчас отправится Гриф Фертификейшн в кулдаун, в огромный кулдаун, Сатан. Хотел пойти за Темплара Ассасин, в итоге Темплара Ассасин сама пошла за его тиммейтами, а тут он не удел, остался, Сатан просто АФК. Стоит в то время, когда его тиммейтов здесь карают. Темплара Ассасин эпицентр под ноги, она ничего не боится, и на инвокера прыгает Слардар, Слардар очень больно, есть Каразив Хейс, Свиндетта убивает, Темплара Ассасин потеряет сейчас Аегис, но при этом может драться после Аегис. Слардар, если откатится Сатан, может быть даже выживет, крашит двоих и тут же набирает дистанцию, убивает Митрима под Каразив Хейс в ГГ легчайшие. 25 минут для ребят из Драгон Арми, как же они ну вы поняли, играют. Победа Сил Света, друзья, вот такая вот несложная. 37 на 11 сплошной развал кабин, 10 тысяч урона от Никс Ассасина, 22 тысячи от Темплар, не проявил себя тролльвардлорд, он был секретным оружием, которое в этой игре не понадобилось. Вот так вот, друзья, вот так быстро могут заканчиваться игры на Asus Rock Masters на турнире, который, собственно, возвращается на профсцену благодаря ребятам, собственно, из Asus и, собственно, бренду Rock Masters отдельное спасибо. Ну и, конечно же, ребятам из Intel тоже респект. А у нас, друзья, будет пауза, пауза минут эдак на 5, ровно столько, я думаю, потребуется команде Cascade, чтобы прийти в себя после вот этой сногсшибательной, конечно, карты очень жестко отыгрывают и без шансов обыгрывают, что самое важное, их Dragon Army на первой карте. Счет 1-0, ну, идем на небольшую паузу, друзья, вернусь к вам, как только появится лобби новой игры, как только пойдет драфт, но пока счет 1-0, напоминаю, смогли одержать победу уверенную достаточно Dragon Army, ну и ждем второй карты, не расходите далеко, вижу уже новое лобби, игроки собираются потихонечку и мне туда тоже пора.